Привет, Вера. Привет. Так, привет, Танечка, Лена. Жмите, пожалуйста, на стрелочки. Ой, Ира с нами. Давайте жмём на стрелочки, приглашаем тех, кто пока не видит эфир. Не знаю тут. В общем, я, как всегда, всем подряд. Но есть определённое количество людей, которые просят, чтобы эфир я отправляла, потому что кто на работе, кто где. И просто легко потом по вот этим отправленным эфирам перейти и сразу посмотреть его. Так, давайте мы ждём ещё буквально пару минут. У нас тоже есть вот такая стрелочка. Итак, я что, закрепляю... Ну, давайте закреплю я эту тему, вопрос-ответ. Но определённые вопросы уже есть. Я как бы готовилась на них отвечать. Да. Давай напиши с большой буквой. Тема в кавычках вопрос-ответ. И я её закреплю. Ну, говорите сейчас пока, как картинка, как слышно. Кристина, привет! Друзья, всех приветствую. Просто есть люди уже, которые... Как это? Хотела быстро сказать. Которые уже просто друзья. Да. С которыми... О, спасибо! Надо мне прикрепить это прозвище за собой. Золотая голова Инстаграма. Да. Нам бы так всем понимать. Сейчас закрепляю комментарий. Прикрепить. Всё, есть. Вопрос-ответ. Добрый день. Я не все имена, конечно, ваши вижу. И очень трудно по этим никам определить. Знаете просто, что я бесконечно благодарна вам за то, что вы приходите на эти эфиры. Небольшое количество людей, конечно же, эти эфиры ценят и понимают, в чём, в общем, их смысл. Смысл, да? Но это нормально. То есть вот у меня по этому поводу совершенно нет никаких иллюзий, потому что я понимаю законы этого мира. Что есть некие цифры, которым всё подчиняется. Есть вот цифры там 20-80, закон Паретта. Сейчас говорят, что эта цифра уже изменилась в сторону того, что вообще 10% мыслящих людей на планете Земля. Но чтобы вы понимали, что значит мыслящий человек, это не человек, у которого много разных знаний, да? Потому что можно быть ходячей энциклопедией, но не уметь два факта логически сложить в цепочку. Вот как бы определяющим для мыслящего человека является именно способность к логическому мышлению, да? Когда берутся какие-то вроде как разрозненные факты, и между ними находятся связи, логические связи. Не просто так пристёгивают два факта, чтобы вам что-то продать, да? Потому что вот есть заявка, я недавно в своей группе в WhatsApp писала это, потому что тоже спрашивали. А потом пришло ещё и в директ вопрос от девушки одной. Она просила озвучить, что такое прономат, и почему опять, да, опять вот эти все инстаграм-блогеры, которые на этом зарабатывают, да? Мы же все понимаем, мы все с вами, надеюсь, уже сейчас вы понимаете, что если страничка и блогер набирает обороты, то это всегда будет за счёт либо покупки рекомендаций у тех, у кого какое-то количество есть людей, либо за счёт продажи товаров. Вот, ну, как бы основной секрет больших количеств подписчиков. Вот, поэтому просто нужно смотреть, что за этим стоит. И если вы посмотрите, что такое прономат. Прономат, все понимают, это такой коврик, на котором прилеплены круглые такие части, состоящие из иголочек. Они приклеены, и если там моя мама, у неё лежит этот коврик, он называется аппликатор Кузнецова, то эту идею хорошо реанимировали, отформатировали в продажный вид, и сейчас это называется прономат, и приличных денег стоит. Значит, я ничего не против не имею, что вы покупаете прономаты, там или кто-то покупает эти прономаты. Вопрос в том, что закладывается, и какие, как бы, эффекты они вам продают вместе с этим прономатом, потому что там мощный лечебный эффект для спины описывается, там излечивается и диабет. Я на некоторых 2-3 просто посмотрела, что там они пишут. Слушайте, просто человеку, даже, ну, хоть немножко понимающему, как тело наше устроено, ну, просто сразу смешно, да, смешно, но по количеству там комментариев, что люди спрашивают, а пройдёт ли у меня псориаз, там задают вопросы. То есть ты понимаешь, что, конечно, ну, 80-90% людей остаются пока без знания вообще. То есть очень такое нечто поверхностное, и даже не дают себе труда поразбираться. Ну, потому что это, конечно, удобно просто идти в толпе, не высовываться, там, не иметь своего мнения и так далее. В общем, с этими прономатами что происходит? На самом деле одна задача у прономата, с которой он справляется, правда. То есть у прономата основная задача создать местно чуть-чуть улучшенное кровообращение. Вот когда человек укладывается на коврик, на тот же аппликатор Кузнецова, для чего, например, йоги укладываются на гвозди, да, у меня есть парень знакомый, который лежит на гвоздях. Причём, если раньше йоги набивали гвозди сами, то сейчас это тоже в индустрии йога-примочек. Есть крутые, как бы, конструкции, которые состоят из двух-трёх частей, чтобы под голени положить такие длинные дощечки. Причём дощечки все обработанные, ещё могут быть дизайном расписанные какие-то. Есть там за три тысячи, есть за пятнадцать тысяч. То есть хочешь гвозди какие, мы тебе сделаем под твой запрос. Хочешь вип-гвозди, будут тебе вип-гвозди. Пожалуйста, понимаете, я на это всё смотрю и веселюсь. Ну, правда, это повод для веселья. Вот человеку, знающему, чего там с кем спорить, смысла вообще нет. Понимаете, вам просто останется потом просто, когда вы будете людьми, знающими и мыслящими станете, у вас только одно останется – смотреть на это и улыбаться. Потому что что-то доказывать, что-то объяснять, что-то кому-то продвигать вообще нет смысла. Понимаете, нет смысла. Если человек не понимает в элементарном, что вот позвоночник так устроен, есть суставы, есть биомеханика суставов. Вот очень, в принципе, простые вещи. И дальше, в общем-то, ничего объяснять больше и не нужно. Просто устройство суставов позвоночника говорит, что вот так двигать можно. Устройство компьютера говорит, что вот так открывать крышку можно, а вот так нельзя сломаешь. Да? Точно так же вот с телом. Вот так можно, а вот так нельзя сломаешь. Ну, если это непонятно, проходите дальше мимо называется. То есть, давайте, покупайте прономаты и думайте, что когда вы будете лежать на прономате, у вас восстановится иннервация, у вас, значит, что там, вправятся кости, у вас пройдут грыжи позвоночника. Потому что на вот этих трех сайтах, где я посмотрела, а их там сейчас много, ну, в основном, и есть уже даже видео, есть такие блогеры, которые делают аудиторию и деньги на разоблачение вот этих продаж. Я вот там у себя в группе выложила одну девушку-блогер, которая проверяет все модные гаджеты в разных областях, особенно зоже это касается, много там всего сейчас продают нам. Вот она все это проверяет на реальность, реально ли это дает тот эффект, который приписывают. Так вот, прономат ничего вам не даст, кроме такого легкого улучшения кровообращения в той области, где застой. Вот вы ложитесь на него спиной, и за счет вот этих раздражения кожных покровов, внимание мозга привлекается, кровь немножечко улучшает там движение, вы встаете, и за счет вот этого кровообращения вам становится на 5, 15, полчаса, может быть, легче. Ну так вы ложитесь в шавасану просто, подведите колени к животу, создайте немножко большее давление спины о пол, да, и вот это местное кровообращение точно так же улучшится. Плюс еще и шавасана что дает, да, помните, точно так же, когда человек на прономате лежит, у него со стороны спины там идет кровообращение, а гравитация свое дело делает. И чаще люди получают эффект от вот этих прономатов, еще чего-то, на чем они там лежат, в гвоздях, не от того, что он на чем-то лежит, а от того, что опять срабатывает вот этот закон гравитации. Вы легли, гравитация немножечко, сейчас покажу вам на позвоночнике, немножечко, вот вы лежите, гравитация давит, да, и она немножко расширяет пространство между позвонками и освобождает вот эти поджатые нервы. Иннервация на момент, пока вы лежите, улучшается, и даже, может быть, в какой-то части восстанавливается функционал каких-то органов и систем. Вот и весь эффект всего, что вам будут предлагать. Но, если вам предлагается положение лежа, и при этом вас еще будут растягивать в разные стороны, то есть все вот эти тракционные вытяжения, подводные вытяжения, когда вас крепят за что-то, ну, обычно руки, плечевой пояс, бедра могут закрепить, и начинают на вот этих кроватях для вытяжения медленно создавать вот эту тракцию, как бы медленно, там все очень четко и правильно построено. Нужно тянуть человека медленно. Почему? Потому что в первые несколько минут, а то и десятки минут, мышцы всего тела, помните, вдоль позвоночника особенно, будут работать на стягивание вас обратно. То есть они будут сопротивляться вот этому вытяжению, но они бесконечно не могут так работать. Они в какой-то момент подустанут, и таки поддастся тело вот этому натяжению. У профессора Данилова четко описан этот механизм, что в процессе вытяжения происходит какая-то декомпрессия. Но откуда вы знаете, к какому позвоночнику, в какой части и в каком объеме нужно вот это вытяжение? Это раз. А во-вторых, очень часто вот в таком вытяжении страдают самые мягкие ткани. Костям, может, и ничего не будет, потому что это очень плотная структура. Страдают в первую очередь межпозвоночные диски. Поэтому наблюдалось, что после вот таких тракционных, медленных, спокойных вытяжений при помощи аппаратов, получались микронадрывы межпозвоночных дисков. Это хрящевая ткань. То есть в первую очередь будет рваться и страдать более мягкие ткани. Поэтому нарушается целостность межпозвоночного диска на разрыве. И это провокация тех же протрузий и грыж. Ну, по сути, получается, что человека положили на вытяжение, чтобы добавить ему еще больше боли, болезней и страдания. Если мы это не понимаем, у нас болит, особенно когда боль подгоняет нас, конечно, мы с вами будем ходить на эти вытяжения. Мы будем позволять людям тянуть себя за ноги, за руки. Мне иногда вот приходит, когда массажиста, я вот тут выбирала себе массажиста. несколько человек проверила, и через... Ну, вообще, у большинства из них какая-то есть необходимость куда-то меня за ногу или за руки куда-то начать тянуть. Один-два человека пришли, которые этого вообще не делали. Ну, у которых есть понимание, что с телом можно, что нельзя. Вот. И это адекватные специалисты, они хотя бы понимают эти связи в теле. Понимаете? А тут придешь к специалистам по оздоровлению спины, а они вас на дыбу загонят спину оздоравливать. Я хотела сегодня озвучить, в общем-то, очень-очень важную вещь. Понятно, что с позвоночником надо один раз с устройством тела один раз разобраться. Ну, вот смотрите, я даже наблюдаю это среди наших инструкторов, у которых обучение идет не один, может быть, даже год. Да? Но вообще обучение продолжается всегда. Но я вижу, что есть до сих пор какое-то недопонимание в элементарных вопросах устройства тела. Поэтому люди вроде как и в КПП, но начинают что-то там добавлять. Почему? Потому что им кажется, чтобы самому быть, ну, как бы интересным инструктором, нужно все время простую, элементарную практику для экшена чем-то разбавлять. Это совершенно не нужно. Это идет только от личности инструктора, если он в себе не уверен. Ладно, я отвлеклась. Я вообще сегодня хотела озвучить вопрос. Помните, почему большинство аварий, автоаварий, могло бы не быть? Могло бы не быть. Я сейчас скажу. А самому потягивать можно? Люблю с утра это делать и в течение дня. Конечно, Кристин, любое движение, то есть вот когда вы разворачиваете грудную клетку и как бы отводите руки назад, вы расширяете пространство грудной клетки. Когда вы выполняете вот такое скругление, можно даже вот так руки вперед, лопатки назад. Вот что это тело просит. Но я вам хочу сказать, например, вот это движение, которое я сейчас показала. Сейчас повторю его. Вот это движение, когда вы отводите лопатки назад, руки вперед, да? Вот, ну, такая потребность есть у очень многих людей. Оно, конечно, хорошо справляется с задачей улучшить быстренько кровообращение и снять в грудном отделе компрессию. Потому что там уже все посмещено, стянуто, и поэтому тело вот как бы просит это движение сделать. О, я этим движением спасала себя много-много лет. Но я вам хочу сказать, как только у меня выставлены были позвонки, у меня вообще потребности в этом движении нет. Мне сейчас вот так сделать вообще не хочется. Потому что основные спазмы не возникают. А дальше, а раньше вся спина была в спазмах. Поэтому вот что нам нужно? Вы сидите, сидите. Раз, затекло тело, элементарные движения сделали, и дальше. Я чаще даже предлагаю сделать, лучше сделать наклон. Наклон правильный, когда спина ровная, когда напрягаются мышцы пресса, как поддержка корпуса, и когда у вас согнуты хорошо колени. Ну, у меня там в постах есть все эти наклоны. Плечи на разной высоте. Как исправить осанку? Как вообще осанку исправлять? После ваших объяснений, боюсь пробовать валик, как планировала ранее. Хоть и много хороших отзывов о нем благодарю. Значит, смотрите, валик более-менее мягкий. Можно класть под поясницу в положении лежа. Осанку валиком не исправить, потому что изменение осанки, когда мы начинаем немножко скругляться спиной, это не наша инициатива с вами. То есть, это не вы решили вдруг начать скругляться в спине. Это мозг вас вынуждает, можно сказать, чуть скруглиться в спине, потому что там где-то по ходу движения позвоночника, особенно это всегда касается больше грудного отдела, есть смещение позвонков. Вот там, где позвонки смещены, вот теперь смотрите, вот позвонок съехал. Он немножечко ушел от своей оси. Здесь очень сильно напряглись мышцы. Здесь образовался спазм в сторону смещения. Здесь напряглась мышца. Она вот таким бугром стоит, потому что она, во-первых, натянулась. Здесь спазм образовался, чтобы не двинуть позвонок, чтобы он не сошел дальше в сторону смещения. Все мышцы вот здесь и мелкие связки очень сильно напряглись. И вы вот в эту зону начинаете опускаться и давить ею на валик. Вот этой зоны. Валик жесткий. Что вы хотите там этим валиком, какую осанку исправить? Вы понимаете, в чем самое большое заблуждение? Те, кто продают вам валик, они думают, что перекатами на позвоночнике вы что-то куда-то снимете, какое-то напряжение, или вы выпрямите ваши мышцы, чтобы исправить осанку. Потому что что такое осанка? Это когда ваши продольные мышцы спины, держатели позвоночника, равномерно напряжены. И они удерживают вот эту ось. Равномерно. А когда есть смещение позвонков, смещение, когда есть, уже есть здесь бугор мышечный, здесь сильное натяжение. Вы туда вообще никак не доберетесь. Единственное, что можно валиком доделать, это за счет механического давления валика на остистые отростки дотолкнуть здоровые позвонки в сторону от оси. Ну, то есть напрямую добавить себе еще большее смещение позвонков. Вы понимаете как? Особенно людям тонким, с малой мышечной массой, с отсутствием жировой ткани на спине, ну или очень малой. То есть тоненьким людям, когда остистые отростки просто там, как у динозавров, торчат. Да, никакой защиты нет. Конечно, вы этим валиком. Ведь понимаете как? Здоровые, прокаченные, такие крепкие мужчины лягут на этот валик, и им как бы, как мертвым припарка, вообще ничего. Они его даже не почувствуют. Но когда укладывают туда женщин, не тренированных, не прокаченных, там у мужчин, которые укладываются на валик, у них в таком гипертонусе все мышцы спины, что они на валик легли, как на те аппликаторы Кузнецова или на прономат. И чуть-чуть местное кровообращение улучшили. Но вы уж поймите, валик ничего не сделает. Валик не поставит кость на место. А это самая главная причина отклонений вообще всех. И в том числе в осанке. Потому что, когда вы немножечко скругляете осанку, это значит, что есть смещение. Смещение держат очень сильно спазмированные мышцы и связки. И вы осанку не исправите. Можно скомпенсировать правильными упражнениями, когда вы все время вот в эту область добавляете кровообращение. И правильные упражнения скорее всего приведут к улучшению ситуации, чем этот валик. Потому что валик только ухудшится. Поэтому я вам говорю, слушайте, у нас вся практика, это же вся практика, она называется корректный подход к позвоночнику. Это как люди, которые в духовных своих практиках, поисках, обходят всю землю, а потом приходят к тому, что практика осознанности это самая крутая, самая главная практика. Мы вам сейчас говорим. Корректный подход к позвоночнику базируется на анатомии и физиологии. В нем собраны самые полезные для нашего тела упражнения. Делайте эти упражнения, и вы получите свой результат. Каждый получит результат по улучшению состояния всего здоровья. Понимаете? Нет, мы с вами пойдем туда походим, там походим. Ну, я говорю тогда, окей, хорошо, походите. Меня вот по-прежнему все зазывают то туда, то на один тренинг, то на другой тренинг. Я говорю, слушайте, я уже все это так отходила. Целое состояние на этих всех методиках оставила. И я понимаю, что ничего здравого или очень мало здравого там есть. Мало здравого, я имею в виду мало разумного. Так, поэтому, ну, моя рекомендация, прямой ответ на ваш вопрос. Уберите, пожалуйста, валик и начните, пожалуйста, делать упражнения на декомпрессию. Почему, когда я ношу обувь на плоской подуши, у меня начинает сильно болеть спина? Ну, потому что нагрузка идет какая-то уже для, Люда, для твоего конкретного тела ввиду этих изменений. Спина болеть начинает не от того, что ты ходишь на плоской подошве там или чуть-чуть на каблучке. Она болеть начинает просто на какое-то количество нагрузок. Где-то есть какой-то предел, на который мышцы уже реагируют. Просто каблуки, они, например, высокий каблук за счет еще давления такого, напряжения общего, быстрее, да? У кого-то плоская подошва так срабатывает, что ты походила совсем без подошвы, а тебе нужно для того, чтобы, вот посмотри, как бы вся система, она же находится в такой компенсации, уравновешивается, мышцы что-то уравновешивают, угол таза что-то в каком-то теле уравновешивает. И это все делает мозг. То есть он, каждое мгновение, он работает на то, чтобы создать оптимальные условия для того, чтобы это тело, ну, двигалось, жило, совершало какие-то действия. Поэтому, именно поэтому, нет йога-терапии, нет такого, что вот вы придете в группу и, значит, дают какую-то йога-терапию или реабилитацию, или упражнение, вот этот рехаб-фитнес, реабилитационный фитнес, когда 50 разных тел с разными изменениями уже начинают делать одно и то же упражнение, якобы для восстановления там чего-то. Очень это странно, да? Почему, например, наше упражнение приходит 30 тел, и они работают? Да потому что они основаны просто на использовании законов. Нам не нужно много повторности, нам нужно просто максимально использовать законы этой планеты. Есть гравитация, которую мы используем, есть трение, которое мы исключаем, мы не привносим трение в тренировочный процесс, потому что очень важно ресурс, на который рассчитано, да, тело, не исчерпать раньше времени. Боли и отклонения начинаются тогда, когда ваш собственный ресурс уже исчерпывается. Тогда вам нужно вспоможение извне. Вот мы как бы ведем речь о том, что люди, остановитесь, но войдите вот в состояние такого срединного какого-то пути. Самый лучший, мы видим, что крайности, они всегда приведут человека к страданию. Ничего не делать с телом, будут страдания, слишком много делать с телом, будут страдания. А истина, она посередине. И я вам сегодня хотела рассказать одна история. Одну притчу коротенькую, быстренько. Вопрос. Делаю упражнения, всегда ли нужно напрягать пресс, когда таз поднимаем от пола, кошку делаем, и так далее. Упражнение скорой помощи. Кира, значит, там так, пресс уместно включать, когда есть осевая нагрузка, то есть, когда корпус, вот, позвоночник уходит от оси в любую сторону, да, нужен пресс как стабилизатор. Дальше. Пресс у нас работает в очень-очень многих упражнениях, как мышца-антагонист. Например, когда мы с вами лежим, и вот там есть в комплексе скорая помощь в спине, там есть упражнение, которое называется рыбка. Когда мы чуть поднимаем корпус, вы корпус можете поднять только за счет работы пресса. Одновременно происходит какой эффект? Пресс, сокращаясь, способствует, как мышца, противоположная мышцам спины, чтобы эти мышцы расслабились чуть-чуть, и произошло хоть какое-то вытяжение, да. По сути, не вытяжение происходит, а снятие компрессии, немножко мышцы расслабляются, и дают улучшить кровообращение в поясничном отделе. Поэтому пресс в большинстве случаев мы используем, ну, а когда не нужно, например, в кошке, мы используем индивидуально, я иногда говорю людям, больше подтяните пресс, но я вам хочу сказать, вы знаете, что кошка, очень распространенные упражнения, все его дают, и кошкой точно так же можно себе навредить, так же, как и вот этим слишком сильным вытяжением. Смотрите, что происходит в кошке, мы в дугу входим, просит это тело, создаем кровообращение, но если вы начнете с этой дугой слишком усердствовать, вы, собственно, вот этим движением можете даже перерастянуть связки межпозвоночных суставов, понимаете? опять мы приходим к тому, что ничего слишком, ничего слишком, но для этого нужно понимать законы, как работают мышцы, как работают связки, что тянется, что не тянется, вот это знание, которое реально может людям помогать, понимаете, а не про то, какую сегодня кашу съесть или не съесть, или еще что подобное. Дальше, я вам хотела рассказать сейчас быстренько притчу, стоит носить ортопедическую обувь. Если, если вы каждый день ходите и чувствуете напряжение в стопах, уже есть определенные изменения, ортопедическая обувь, она может просто смягчать касание стопы и земли, да, то есть некую добавлять амортизацию, да, пожалуйста, носите ортопедическую обувь, просто не нужно думать, что когда вы наденете ортопедическую обувь, что-то в вашей жизни и в вашем здоровье резко изменится. Это вспоможение, это такое, главное не носить ортопедическую обувь, когда вам стельку подкладывают, одну, чтобы, когда разная длина ног, там вообще просто заморочено, там совершенно ничего не поможет, этого просто добьет ваш таз окончательно. Итак, давайте расскажу коротенькую притчу. одни мудрые, как-то раз, мудрые ученики решили проверить своего учителя на его духовность, на уровень, значит, крутизны, его практики, приходят к нему и говорят, учитель, ответь, вот, что ты будешь делать в такой ситуации, когда, например, за тобой гонится тигр и он тебя загоняет в такое место, где за тобой пропасть, а впереди тигр и деться некуда. Что вот ты будешь делать в этой ситуации, спрашивают ученики у своего учителя, а учитель им отвечает, просто классная вещь, как всегда в куанах. Он говорит, да ничего, а что в этой ситуации уже сделаешь? Ну, говорит, я задумаюсь, о том, как же я мог себя довести до того, чтобы оказаться в такой ситуации. Понимаете? Вот, главная цель, вообще-то, всех я, ну, на мой взгляд, там, учений, практик, психологии, школы, всего остального, дать человеку такие инструменты простые, чтобы он себя не доводил до предельных ситуаций, чтобы вы не доходили ни в какой области, ни в области финансов, ни в области взаимоотношений, ни в здоровье до такой ситуации, когда вас приперли к стене и уже делать вообще-то уже и поздно, да, то есть уже это поздно что-то делать, ничего вы не сделаете, да, чтобы мы не хватались за все подряд, потому что дошли до, как бы, ну вот по сути, безвыходная ситуация, но выход один, сесть и подумать, как же вы себя до такого довели, а дальше, конечно, ну редко, когда люди, в принципе, доходят до такой ситуации, как правило, это смерть уже, да, там дальше последует, потому что люди, которые, ну так судьбой, видимо, дано, что дойти до крайней степени болезни и только вот уже в этом состоянии понять, что что-то идет не так, да, но ведь посмотрите, как интересно мир устроен, у нас огромное количество людей, я вам говорила, что я проводила, периодически провожу вот такой, как бы, ревизию своих взглядов, проверяя это все через действительность, и я недавно посмотрела статистику просто по раковым заболеваниям среди известных людей, и знаете, что я там обнаружила? Я, может быть, сделаю как-нибудь пост, я прям по Википедии, просто по Википедии, потому что, ну а куда еще лезть? Так вот, большинство людей, которые болели раковыми заболеваниями, либо это были спортсмены, либо это были известные личности медийные, либо это были очень богатые и обеспеченные люди, но почему? Потому что в Википедии, вы понимаете, простых людей туда не засунут, так кому это интересно, поэтому статистика по простым людям, это мы смотрим просто вокруг себя и видим, я вижу, что в моем окружении 50-летних людей, женщин, там, из 20, с которыми мы вот как-то идем все вместе, и какая-то связь есть, периодически общаемся и видим, я вижу, что из 20 женщин, вот это моя статистика, только 3 человека в нормальном состоянии здоровья, только 3 человека, которые точно так же, как все, там, более-менее, ну, здорово питаются, все 20 более-менее здорово питались, кто-то постоянно вообще на чистке ездит, вот это вот все, загон по поводу того, что это тело грязное, нужно его чистить, и это вот такой бег в колесе почистило, через год опять тебе почему-то нужно чистить, потому что псориаз никуда не уходит, да, ну, разные отклонения, это моя личная статистика, вы тоже можете свою статистику создать, и вы увидите, что огромное количество людей с большим финансовым достатком, ну, примеры, я приведу, я просто сейчас не хотела об этом говорить, как-то вышла на это, но тот же Стив Джобс, когда мне говорят, что, ну, вот, видишь, как Стив Джобс умер от рака, потому что плохие мысли у него были, или потому что там, он еще что-то не так сделал, питался неправильно, при этом я смотрю, посмотрела, как жил Стив Джобс, он практиковал йогу, какую-то там, по-моему, что-то из аштанга Виньяс, у него был доступ к самым лучшим медицинским диагностическим центрам, да, к самым лучшим нанотехнологиям и лекарствам, которые есть в мире, и этот человек не смог себе помочь и не смог себя спасти, да, ну, вот и все, просто смотрите вокруг и призадумайтесь, так вот, тема нашего сегодняшнего эфира вообще-то была про Махамудру, почему мы говорим, что Махамудра, практика присутствия, является самым высшим знанием, которое могут получить люди, ну, вот на этой планете, почему? Потому что она реально дает плоды в обычной бытовой жизни, может помочь и спасти огромное количество людей, если бы все люди Земли знали, что Махамудра это просто и она дает такие плоды, вы понимаете, огромное бы количество людей не погибло на дорогах, но опять возвращаемся к тому, что все проявлено и разумно, поэтому, чтобы мы, кто-то раз остановился и посмотрел, почему гибнут дети на дорогах, первый фактор, потому что дети неосознанные, да, перебегают дорогу, потому что где-то мамы-папы упустили это из виду, своим примером не показали им, что подходя к дороге, где повышенная степень опасности, где ты не один участник, да, нужно всегда спокойно это делать, и я, например, своей дочери всегда говорю, никогда не бегай через дорогу, никогда не беги, потому что когда ты бежишь, осознанности нет, работает только паника, поэтому это один из примеров, да, как нужно, ну, как бы детям объяснять про то, что осознанность это самое крутое, что может вообще достичь человек, когда ты осознан, ты не споткнешься, не упадешь, не сломаешь себе ногу, потому что ты в присутствии находишься, ты видишь, где ты идешь, как ты перешагиваешь ступени, я иногда по ступенькам начинаю быстро спускаться, останавливаю себя, потому что я знаю, что если где-то будет на ступеньке неровность или я неправильно поставлю ногу, я могу споткнуться, скатиться и просто в хлам сломаться, эти пять минут для меня могут стоить моей жизни, поэтому я замедляюсь, все подождет, ничего не будет стоить моей жизни, понимаете, поэтому я замедляюсь, там, где я вижу потенциально, что может быть опасность, возвращаю себя в состояние присутствия, когда я готовлю еду и вдруг меня начинает нести, там, быстрее нужно что-то сделать, я обязательно порежу палец, как только я замедляюсь и говорю, так, если уж ты стала готовить еду, значит, ты сейчас только этим занимаешься, это называется практика осознанности в быту, где мы себя приучаем, и именно поэтому я вам говорю, что большое количество аварий не было бы, если бы водители не превышали скорость, да, потому что тормозной путь совершенно определенный, и даже опытный водитель, который превысил скорость, он просто не успеет остановить эту железку, чтобы предотвратить смерть человека, там, или ДТП, поэтому не просто так правила дорожного движения существуют, не просто так ремни безопасности придумывало человечество, это все прописано количеством смертей, определенным количеством смертей людей, поэтому, вот, я говорю, что человек, который ездит в машине непристегнутым, это такое неосознанное стремление к смерти, понимаете, а когда ты садишься в машину, и ты понимаешь, что сейчас, сразу, как только ты сел в машину, уровень безопасности безопасности, или уровень опасности, сразу, на несколько уровней стал выше, или серьезней, да, уровень безопасности стал серьезней, это значит, что тебе, от тебя сейчас, как от человека, который выйдет на дорогу, требуется состояние махамудры, присутствие в том, что ты за рулем, и что вокруг тебя другие живые существа, поэтому, конечно, один человек, который разогнался, может стать причиной еще десятерых, все эти случаи с лобовыми столкновениями, автобусы, дети, когда автобусы проваливаются, там сваливают с мостов, гибнет большое количество людей, потому что водитель заснул, потому что водитель сел за руль автомобиля, не осознавая вообще объем, ответственности, которую он сейчас на себя взял, и если ты себя плохо чувствуешь, не садись за руль автомобиля, не иди ввести там самолет, где уровень ответственности в миллион раз сразу повышается, вот про это речь, что когда каждый человек, каждый человек в своей жизни, в своем маленьком пространстве начнет жить в состоянии присутствия, а поскольку, ну, согласно согласно науке космологии, мы с вами реализуемся в этом мире через всего три аспекта, три аспекта нам нужно контролировать, в трех аспектах нужно быть осознанными, уровень мыслей, уровень слов и уровень действий, у души нет никаких аспектов, душа всегда в едином состоянии, она не меняется, она не поддается эмоциям, это все ум, да, у души всегда такое ровное, нейтральное состояние, она просто наблюдатель, пришла сюда и получает какой-то опыт, накапливает, накапливает, приходит в следующий раз уже с накопленным опытом, именно поэтому мы говорим, что процесс воспитания детей, это тоже одна из иллюзий, на самом деле, воспитание в жизни любого человека, это всего лишь 30% составляющих его личности, 70% это знание души, с которой мы приходим в очередное воплощение, ну, как бы можно к этому по-разному относиться, я не настаиваю, просто посмотрите опять вокруг себя, и вы увидите, что в одной и той же семье с одной системой воспитания два совершенно разных человека вырастает, почему? У одних и тех же родителей, в одних и тех же материальных условиях, с одними и тем же методами воспитания, ну, и все, и становится тогда сразу, чего вы там упираетесь, какие воспитатели мы с вами, ну, кого вы воспитываете, единственное, что мы можем сделать, вот в эти 30% входит наша обязанность создать для наших детей безопасное пространство жизни, безопасное и комфортное, а дальше занимайтесь собой, да, себя развивайте, себя, там, успокаивайте, как сказал один человек, только когда он перестал себя улучшать, он вообще-то начал жить, вот как только вы перестанете себя исправлять, улучшать, там, совершенствовать, вот тогда начнется настоящая жизнь, это 100%, я согласна с этим, вот, хорошо, так, по-моему, был еще какой-то вопрос, значит, друзья, давайте я вам расскажу, у ребенка вальгусная стопа, рекомендуют массажи, коврики, камушки, ортообувь, это обувь для чего, помогает распределить нагрузку, или она не нужна, вальгусная стопа, я так понимаю, это некий завал стопы, это будет всегда связано с положением таза, то есть, в первую очередь, нужно проверить, нет ли смещения таза у ребенка, если таз стоит на место, тут еще вопрос диагностики, тот, кто определяет, нет ли смещения таза, вы можете ему доверять, то есть, это так или не так, тут еще вопрос диагностикой, потому что на моменте диагностики может быть ошибка, если ошибка на моменте диагностики, понимаете, да, вся терапия пойдет вообще в сторону, совершенно бесполезно, или еще и навредить может, поэтому, ну, массажи расслаблять будут, напряженные почему-то мышцы, почему-то они напрягаются, а мы знаем с вами, что мышцы неравномерно могут напрягаться, или вообще в гипертонусе быть, почему-то мозг создает этот гипертонус, какая причина истинная у этого гипертонуса, опять вот это все замороченные на мышцах, мышцы не могут сами напрягаться, сами по себе, они напрягаются в ответ, либо на неправильное положение костей, да, идет асимметричное какое-то напряжение в тех же ногах, либо на неправильные движения, поэтому про взрослых, когда мы говорим, вот мне рассказывают, человек ходит к остеопату, что-то там ему вправляют, плечи поставили на место, стали плечи одной высоты, ну, мне как аргументы, Ален, пойдем к нему, зовут меня, я говорю, понимаете, что в момент, пока человек с вами поработал, и подрасслабил мышцу какую-то, плечо может и опуститься, но как только вы встанете, и мозг считает положение костей, он тут же напряжет эти мышцы, под удержание ваших костей от дальнейшего смещения, вот вам весь секрет, если кто-то меня сейчас понял, напишите, пожалуйста, что вы поняли, о чем я вообще сказала, потому что это ключевая вещь здоровья человека, взрослого человека, если я понятно изъясняюсь, потому что я иногда вот так вот смотрю, и понимаю, потому что ты делаешь это неосознанно, да, Вер, не беги через дорогу, это опасно, потому что ты делаешь это неосознанно, совершенно верный комментарий был, по камушкам ходить можно, пожалуйста, ой, у нас может быть какая-то функция конференции появилась, прикольно, а конференция это когда вопросы ваши появляются, комментарии здорово, по камушкам ходите, массажи, стоп делайте, ну, если вашему ребенку от этого кайфово, и он хорошо себя чувствует, и, ну, ортопедическая обувь, не знаю, я здесь не могу вам давать конкретных, потому что конкретных рекомендаций, не возьму на себя такую ответственность, я ведь в этом роде не специалист, который корректирует, да, я знаю, что, например, со взрослым телом можно откорректировать, ну, вот, снять эту компрессию, какими упражнениями, это будет конкретное вспоможение, у ребенка не должно быть изменений таких явных, да, ему не нужна ортопедическая обувь, если у него здоровые кости, если в нормальном положении находятся кости, вот только от, как сказать вам, нужно понимать вот эту связь, от более плотного к тонкому, от большего к меньшему идут изменения, то есть кости таза, они более крупные, поэтому они как более крупные, если таз смещен, могут потянуть за собой изменения в стопах, если таз, например, развернутый, смещен, точно так же может натягиваться задняя поверхность, и изменять уже положение, расположение самих костей плюс стоп, да, то есть нужно просто понять, что с тазом. Как правило, бывает так, что неправильная диагностика, одевает обувь и фиксирует это неправильное положение таза, то есть ребенок растет, ему подпирают стопы, таз как был смещен, так и остается смещенным, ну и под это уже тогда будут формироваться все мышцы, поэтому если у детей все можно скорректировать, и человек вырастет симметричным, с правильной длиной ног, с правильным расположением костей, да, то у взрослого это, конечно, зафиксировано мышцами. Ортопедические прокладки для стоп или между пальцев, надо ли, если да, то как подобрать, если нет, почему, а падание не опасно, это опять-таки, когда уже есть изменения в стоп, я сама ношу, например, подкладки под стопу, если одеваю каблук, ну, просто мне уже больно, поэтому я приклеиваю такие гелевые под основание стопы, если я одеваю каблук, я знаю, что там пару часов мне нужно будет в этой обуви находиться, это просто уже естественное изменение структур костей, это нужно просто понимать, спокойно к этому относиться, и если что-то пробуете, вам легко, если это вам облегчает как-то жизнь, да почему бы и нет, между пальцев точно так же, когда вот косточка начинает, большой палец, косточка выходит, понятное дело, что это все завязано с тазом, когда-то смещенным, и много лет вы в этом состоянии жили, и уже мышечные структуры под это подстроились, и там нужно понимать, что, ну, как бы, совершенно грандиозно, или там, хотела бы сказать слово, то есть мы ничего не изменим слишком, мы можем прекратить деградацию, то есть вот это вот плохое изменение в позвоночнике, когда правим позвонки, правим таз, и выполняем правильные упражнения, то есть мы с вами, как бы, прекращаем эту быструю, быструю дорогу в болезни, мы ее притормаживаем правильными действиями, а неправильными действиями ускоряем, поэтому, ну, много болезней, ранняя смерть, и так далее, те, кто там в 50 лет начинают бегать, и это вообще, а эти называются, как они, самураи, или кто там, харакири себе делает, это просто вот люди, которые решили своим телом такой эксперимент, вообще, выживу или нет, называется, потому что жизнь показывает, что даже великие ученые, медики, и так далее, на этот счет очень сильно заблуждались, тот же Амосов, посмотрите историю его жизни, известнейший мирового уровня кардиохирург, который жил там, последние 20 лет своей жизни, жил на кардиостимуляторах, который делал операции людям на сердце, сам ходил с кардиостимуляторами, вот это закулисье, люди, ну, вы понимаете, как, у нас с вами очень много сокрыто от нас информации, просто сокрыто, и пока не появится у вас жажда, вот жажда наконец-то вообще-то понять, снять пелену с глаз, вы так и будете, мы так и будем, я вместе с вами там, почти там, 40 лет посвятила этому, Алена, я убрала неправильное движение в быту, и у меня перестала болеть спина, ну, прекрасно, Люда, хорошо, если до конца убрала, смотрите, друзья, я почему, например, предлагаю консультации, очень часто, есть всего пару там движений, человек идет по пути КПП, то есть он убирает, убирает, исключает неправильные движения, но у него есть свое представление, например, на уровне его знаний, какие движения нужно убрать, даже вы книгу Саши прочитали, даже посмотрели огромное количество видео, что я вижу, я вижу своих практикующих, которые 3 года у меня занимаются, раз, и делают какое-то движение совершенно некорректное, я спрашиваю, ты что, не знаешь, что это движение тебе вредит? Она говорит, как? А я даже не заметила, понимаете, огромное количество движений, которые вы делаете, постепенно, понятное дело, что постепенно вы будете, ну, по крайней мере, это круто, Люда, убрать хотя бы самые-самые плохие скрутки, боковые наклоны, уже, конечно, будут совершенно другие ощущения, это, это ты молодец, главная цель не оказаться в такой ситуации, да, я так понимаю, что это про тигра, благодарю за ответ про пресс, на чем, на чем вы спите? Нет, пожалуйста, не твердая кровать только, я сплю на ортопедическом матрасе, сплю на ортопедическом матрасе, и, Маше, привет, ага, матрас я выбирала сама, что там с водителями, а то вокруг меня их много, с водителями, сейчас про матрас отвечу, значит, ортопедический матрас, выбирала его тщательно, ходила, ложилась на все, укладывалась, прям лежала-то хотя бы минут 5, чтобы прочувствовать, у меня средние жесткости, двусторонний, такой большой, он высокий у меня матрас, и много пружин, потому что тогда у этого матраса эффект памяти, мемори, что-то такое, ну, короче, сейчас крутые технологии в ортопедической матрасной промышленности, они там просто супер молодцы, поэтому ортопедический матрас, что там с водителями? Кристин, с водителями ситуация такая, выходишь как только на дорогу, я сейчас развила в себе вот такую чувствительность, я прямо вижу и как бы вот кожей чувствую, какой рядом со мной водитель, я вижу, когда агрессивное вождение, я вижу, когда нервное вождение, когда человек отвлекается, я всегда вижу такое движение впереди, например, себя, я увеличиваю дистанцию, я увеличиваю дистанцию, потому что я себя тогда должна сама обезопасить, у этого человека, может что-то случилось, может ему жена там звонит, кричит, они ругаются, он в это время вообще отключен от дороги, просто отключен, именно поэтому нормальные у нас пешеходы, они будут лучше дольше стоять, я сама как пешеход это делаю, я лучше дольше перестаю, но я должна убедиться точно, что сейчас какой-то неадекват не вылетит, и меня на полдороги просто не сшибет, это тоже моя ответственность, я понимаю, что люди в неосознанности находятся, в большинстве в жизни, точно так же в любой вот области, в любом деле, понимаете, если хирург делает операцию, в них точечная, стопроцентная концентрация, поэтому именно люди, которые выполняют хирургические, очень тонкие операции, они не берут больше там двух операций в день, а то и одна, почему? Потому что концентрация внимания, это очень-очень затратная штука, и если ты туда слил всю энергию, потому что уровень ответственности, да, больше ничего не делай, у них там потом и руки трясутся, и тело устает, и мозги устают, это так, это действительно так, поэтому нужно понимать, от уровня сложности действий будет зависеть и уровень вашей осознанности, понятное дело, что когда вы дома, когда вы делаете какую-то механическую такую, ну, можно перевести половину действий в автоматизм, да, то есть уборка, она не требует осознанного присутствия, поэтому когда я уборку делаю, я включаю себе лекцию, и слушаю какую-то лекцию, как-то вот туда, потому что это не требует моего большого внимания, это не большая умственная задача, да, не такая умственная задача, чтобы я туда, вот, точно так же много действий в быту, мы перевели в автоматизмы, но там, где это касается безопасности жизни, ни до каких автоматизмов доходить не нужно, я знаю, что очень большое количество аварий происходит с опытнейшими водителями, потому что есть такое понятие, как замыленный глаз, и вы, когда садитесь в такси, вы должны понимать, что каждый раз вы доверяете свою жизнь человеку, которого вы вообще не знаете, вообще не знаете, что у него с психикой, как он настроен на мир, вообще, что у него сегодня утром было, и как он сейчас поведет машину, будет ли он отвлекаться, или будет он внимательный, да, я надеюсь, у меня есть такая надежда, что в таксисты все-таки понимают, вот, тоже степень ответственности, но, когда я сажусь кому-то за руль, я сразу, первое, говорю, мы никуда не торопимся, пожалуйста, забавляйте скорость до 60 км в час, то есть, я понимаю, что я здесь тоже участник этого, и моя тоже есть ответственность, как могу себя обезопасить, я обязательно пристегиваюсь в такси, я всегда пристегиваюсь, и прошу своего ребенка, который сидит на заднем сиденье, тоже пристегиваться, посмотрите, пожалуйста, ролики про тестирование ремней безопасности и автомобилей, полно их там на ютюбе, где показывают, как 4 человека пристегнуты, а 5-й маленький ребенок, и когда в столкновении этот ребенок своими полетами по машине и ударами головой о головы других убивает всех остальных, то есть там, где могли выжить практически все, кто был пристегнут одним непристегнутым человеком, страдают все остальные, понятное дело, что кто, да, кто, только мы отвечаем за себя, поэтому махамудра, махамудра, практика присутствия, она очень просто, вообще нужно начинать с простых вещей, я себя так приучала, и плоды махамудры, я вам гарантирую, что вы, ваша жизнь, вот, ну прям качественно будет облегчаться, потому что оттока энергии, оттока внимания не будет, вы не будете в состоянии нервозности, паники, что вы что-то забыли, что вы что-то не сделали, выключили, не выключили утюг, закрыли, не закрыли дверь, потеряли ключи, где лежит паспорт и так далее, потому что, когда я знаю, что я могу потерять свой паспорт, я, было такое, что я его долго искала, я теперь, когда беру паспорт в руки, вытаскиваю его из одной сумки и перекладываю в другую, я себе прям проговариваю, Алена, ты взяла паспорт, ты положила его из голубой сумки в красную, или, когда я сажусь в машину, может, это, знаете, звучит как, да слушайте, мне вообще плевать, как это звучит и как это выглядит со стороны, а главное, что это мою жизнь облегчает и делает ее более ровной, такой, стабильной, интересной и радостной, у меня паники практически вообще не бывает, у меня не бывает случаев, когда бы я, ну, куда-то так опаздывала, где действительно, там, я начинаю нервничать, их все меньше и меньше, хотя я тут еще опоздун, я вообще-то люблю по жизни опаздывать, и никогда не считала, что это какая-то катастрофа для моей жизни, ну, просто когда это стало явно мешать, и мне мешать, то и как-то более уважительно я начала относиться к участникам ситуации, моих, то, конечно, я перестала опаздывать, практически сейчас это не случается, но вот смотрите, когда вы садитесь в машину, вы сели, и сначала вы настроились, вы посмотрели, настроили все зеркала, положили все, что вам нужно, что может понадобиться, телефон, вода, рядом сумка, салфетки, а вот все, что может понадобиться в дороге, просмотрели все, все, все вот эти моменты, вспомнили, куда вам нужно ехать, да, выстроили маршрут, и только потом тронулись, потому что бывает так, что человек тронулся, по пути пристегивается, по пути дотягивается до телефона, который где-то звонит в сумке, там, что-то у него, ну, и так далее, понимаете, да, ничего не стоит вашей жизни, и жизни других людей, никакое опоздание, никакое, никакое другое событие, оно не стоит вашей жизни, вот это называется еще у нас, драгоценность человеческого рождения, потому что, когда мы это с вами понимаем, да, да, значит, напоминаю, Вера Михайловна, спасибо, 20 июля, уже совсем скоро, встреча в Москве, кто еще не зарегистрировался, пожалуйста, нам это нужно знать, для того, чтобы понимать, во-первых, будут от меня подарки, мне нужно понимать, какое количество людей будет, мне нужно понимать, какую площадку нам под эту встречу, я завершаю сейчас уже эфир, там 25 секунд, в общем, пожалуйста, Москва и ближайшие города, если вы будете в это время в Москве, зарегистрируйтесь на встречу, всем сегодня спасибо за участие, благодарю вас за эфир, завтра будет интересный эфир, приходите, Субтитры сделал DimaTorzok